2000 чиновников были привлечены к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. Чиновники всех уровней сдают в аренду землю своим компаниям, помогают дружественным фирмам завоевать рынок без какой-либо конкурентной борьбы и даже на международном уровне в обход всех норм и правил устанавливают свои законы торговлей красной рыбой. Примеров нарушения антимонопольного законодательства представитель федерального ФАС приводит массу. Возбуждены дела против больших московских чиновников и даже представителей силовых министерств. Проверяют всех, наказывают тоже всех. На сегодняшний день мы имеем полномочия войти на территорию любого предприятия, каким бы крупным оно ни было, войти на территорию любого органа власти, проверить их документы, скопировать то, что нам необходимо, проверить их электронные носители. То же самое скопировать содержимое компьютеров, флешек, айфонов и так далее. Все это может быть использовано в дальнейшем при рассмотрении дел о нарушении антимонопольного законодательства. Больше 50% всех нарушений антимонопольного законодательства совершают представители власти. Но, как пояснили сегодня, где-то действительно злой умысел, а где-то банальная нехватка знаний. В Оренбургской области 607 муниципальных образований и некоторые главы сельских поселений не имеют не то, что достаточного образования. Грамотного помощника нанять не могут. На сегодня более 500 сельских поселений просто не имеют юристов. И есть просто договора, где человек по незнанию, по неграмотности сделал то или иное действие. Поэтому наша задача, конечно, и вот этот пробел восполнить, и совместно вместе работать над этим моментом. Потому что, знаете, взял он машину гравий, засыпал там какую-то яму для нужд села, но я уж не считаю, что это великое там было нарушение, да, преступление. Поэтому нужно делать так, чтобы это было благо для людей. Необходимо повышать юридическую грамотность. Причем заниматься этим станут и представители власти, и структуры ФАС. У них задача не только карать. Научить, каким образом передавать имущество в аренду, каким образом проводить торги. И, соответственно, все вопросы конкуренции мы проговариваем в каждом муниципальном образовании. Совместная работа антимонопольной службы и власти позволит наладить конкурентно способные рыночные отношения, что должно придать развитию бизнеса качественно новый вектор. Юрий Мишенин, Ильяс Хаялин. Наше время.